Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. В этом видео у меня будет обзор новинок следующего, 19-го каталога компании Фаберлик. Каталог у нас выглядит следующим образом. Он у нас трехнедельный, с 21 декабря по 10 января. И, конечно же, как и всегда, компания приготовила для нас большое количество новинок. Я большинство из этих новинок уже приобрела и сейчас проведу обзор на эти новинки. Но прежде мне хочется сказать про акцию, которая ждет тех из вас, кто зарегистрируется в период действия этого каталога и выполнит условия этой акции, сделает заказ на 1699 рублей в ценах каталога. Для вас это будет на 20% дешевле. В этом случае вы получите в подарок вот такой замечательный массажер с кварцем. Сам по себе кварц уже обладает омолаживающим действием. Стоимость массажера в каталоге 1499 рублей, а вы его получите в подарок всего лишь за 1 рубль, в случае, если оформите заказ на 1699 рублей в ценах каталога. Это очень выгодное предложение. Посмотрите, какие шикарные подарки приготовила компания для тех, кто зарегистрируется в период действия данного каталога. И чтобы это произошло, проходите по активной ссылке, которую я оставила под данным видео, в описании к этому видео и в первом прикрепленном комментарии. После вашей регистрации я с вами свяжусь. Регистрация сама по себе ни к чему вас не обязывает, никаких паспортных данных не требуется, не нужно никаких документов удостоверяющих личность. Вы просто заполняете коротенькую анкету точно так же, как регистрируетесь в обычном интернет-магазине. Я после регистрации свяжусь с вами и стану вашим информационным помощником. Буду отвечать на все возникающие вопросы. Поверьте, они у вас будут. И, конечно же, предоставлю всю необходимую информацию по всем акциям и по всем программам, которые есть в компании Фоберлик. Ну что ж, а теперь я приступаю к обзору новинок. И начну я этот обзор с очень интересной новинки, которая у нас появляется в серии Дом, а именно бытовая техника. И новинка эта представлена чайником, а точнее чайниками, потому что у нас там два варианта чайников. Один из них в стальном исполнении, а второй вот такой стеклянный чайник. У меня ни разу в жизни не было стеклянного чайника. И, конечно же, я купила чайник не потому, чтобы... Ну, просто он был. Безусловно, я буду им пользоваться. И мой старый чайник, который у нас уже в пользовании, наверное, два, может быть, даже три года, он требует уже своей замены. А тут, опа! И, кстати, компания вот такой товар для нас приготовила. Чайник, как видите, в коробке. Сразу назову артикул 910117. И, конечно же, я понимаю, что, наверное, стеклянный чайник, он имеет определенные сложности в уходе, потому что у нас жесткая вода и накид может быть. Но это лишний повод для того, чтобы, во-первых, пользоваться качественной водой, а, во-вторых, если уж появляется вот какой-то определенный налет, накипь, у нас для этого есть специальное средство, уже протестированное мной, и которому я дала, скажем так, зеленый цвет. Оно действительно классное, эффективно справляется с такой вот накипью. Оно специально предназначено для кофемашин, для чайников. И вот буду им пользоваться просто почаще. А чайник выглядит таким образом. Здесь вот, что мне понравилось, на нем есть деление, сколько здесь воды, какой объем. Вообще объем этого чайника стандартный 1 литр 700 миллилитров, 1,7. Все здесь простенько, но и в то же время, видите, очень приятный дизайн. Вот эта вот не черная ручка, но вам, наверное, хорошо видно, что темно-коричневый цвет у нас в таком дизайне. Все наши последние кухонные принадлежности, и половнички, и лопатки, все были вот такого цвета. И здесь таким образом крышечка открывается нажатием на пружинку. Сам он ставится на подошву. Ее-то я и не достала. Сейчас, минутку. Давайте достанем платформу. Ну, все стандартно. Здесь я, наверное, ничем вас не удивлю. Точно такой же чайник можно купить и в обычном магазине. Согласна с вами. Вот, видите, нажимаем здесь, и таким образом он включается. И когда вы на него нажимаете, вот здесь зажигается голубенькая подсветка. То есть работа таким образом контролируется. Этот чайник, он с автоотключением. Если вдруг вы случайно включили чайник, а в нем нет воды, то он работать не будет. Это умная техника. Вот таким образом было заявлено в каталоге. Проснулся мой сосед и хочет потрудиться. Давайте я немножечко привозь и продолжу свой обзор. Обошелся мне этот чайник в 2444 рубля. Это по цене консультанта. По сути, я немножечко помониторила рынок. И, в общем-то, в таких же пределах можно купить хороший добротный чайник. В пределах этой стоимости, конечно же, можно купить и дешевле. Можно купить дороже. Это, как всегда, разброс цен. Но если брать среднюю ценовую категорию, это как раз где-то в пределах 2-2,5 тысяч до 3 тысяч можно приобрести вот такой качественный чайник. Поэтому для того, чтобы не приобретать товар в соседнем магазине, если у нас в каталоге есть данный продукт, то, конечно же, я всегда покупаю этот товар у нас. Потому что я доверяю компании, я уверена в качестве наших товаров. И, конечно же, это мне помогает в том числе и в организации товара оборота, поскольку я не просто обычный пользователь со скидкой, а я еще и строю бизнес в сотрудничестве с компанией Фаберлик. Есть определенная у нас планочка по организации личного товара оборота. И вот эти покупки, которые я совершаю для себя, тех товаров, которые мне необходимы в быту, в моей жизнедеятельности, они в том числе принимают участие в организации товара оборота. Если вы хотите знать, каким образом можно зарабатывать в сотрудничестве с компанией Фаберлик, конечно же, пишите мне в личку. Ссылки на личку в социальных сетях я оставила в описании к данному видео. Просто найдите меня, можете написать в WhatsApp, в Telegram, да и в любую социальную сеть, и мы с вами пообщаемся на эту тему. Так, а я продолжаю. Следующие товары, которые я приобрела, это средства из серии Дом, опять же, чистящие и моющие, и серия Хом Гном Гринли. Это новая наша линейка средств, которая борется с жесткой водой, и действительно очень эффективная, причем это биосредства. В этой линейке у нас появляется универсальное моющее средство. Вот так выглядит бутылочка. Артикул данного средства 10897, и оно концентрированное. У нас уже есть подобное универсальное средство для уборки в серии Дом, а вот это вот еще и борется с жесткой водой. Также предназначено для уборки всех поверхностей в доме. В общем, я пользуюсь вот тем средством, меня оно в полной мере устраивает. Вот это я еще не успела протестировать, но думаю, что оно будет ни чуточку не хуже, потому что знаю уже по опыту, использование средства из серии Хом Гном Гринли, они классные. Также я приобрела вот такой утенок, биогель для очищения туалета. Артикул его 10898, оно с хвойным ароматом, и вы знаете, он очень выразительный. Вот этот запах хвойный прям такой, он хорошо слышится. И на мой взгляд, это единственный недостаток данного биогеля. На самом деле, по эффективности очищения унитаза, он просто шикарнейший. Унитаз просто сверкает чистотой. Я использовала, уже протестировала данное средство, нанесла буквально на 3-5 минут, смыла затем водой, и унитаз у меня просто засверкал. У меня были небольшие желтые потеки, вот там, где сток у унитаза. И после того, как я использовала это средство, прям, действительно, очень эффективно. Оно все эти потеки убрало, все стало беленьким, засверкало. В общем, шикарное средство. Очень мне нравится и наш утенок, который зелененький такой. Затем у нас было еще и есть средство тоже утенок с морским ароматом. Там, несколько эффектов в одном, вот то средство я не использую, потому что оно, ну, скажем так, не очень меня устраивает. Оно достаточно сложно смывается, вот этот налет такой яркий, ну, сине-зеленый какой-то у него такой. В общем, оно меня не очень устраивает, и я не пользуюсь им. И, собственно говоря, не очень рекомендую своим клиентам, хотя есть у меня клиентка, которая уже им пользовалась и покупала не один раз. Ну, может быть, сравнение с какими-то другими магазинами, средствами. А вообще, конечно же, вот первое наше средство, оно у меня есть в заказе у клиентки. Сейчас я вам покажу. Вот про этот гель для унитаза я говорю, который мне очень нравится. Артикул 11292. И есть у нас еще прям вот голубой такой, яркий, сине-голубой что-то такое на этикетке. Вот тот мне не очень нравится. А вот этот прям шикарнейший. Очень понравился. Буду им пользоваться, буду рекомендовать. И я еще купила два биокондиционера для белья, тоже из этой серии, и один из них протестировала. Вот с ароматами в этой серии как-то не очень меня все устраивает, хотя эффективность просто шикарнейшая. Но и в то же время ароматы, ну, я бы не сказала, что они прям вот мерзкие какие-то, да, вот слишком прям забивающие нос, но достаточно яркие. Хотя это чувствуется, вот когда вы открываете крышечку у того же кондиционера, например, каким я пользовалась. Я цветочным вот как раз вчера тестировала, стирала белье и добавила в стирку. Но здесь вот он прям выразительный. Когда я постирала белье, и оно было влажным, вот был такой легкий оттенок вот этого аромата. А когда белье высохло, практически оно уже ничем не пахнет, кроме свежести. Но на что я обратила внимание, после стирки у меня настолько мягкое стало белье, даже по сравнению с тем кондиционером, который я использовала вот до этого, тоже наш фаберликовский. Вы знаете, мне кажется, вот этот реально намного лучше по эффективности, чем тот. В общем, девочки, мне очень понравился кондиционер. Вот единственный момент, это с отдушкой. Здесь цветочная душка, артикул кондиционера 10-895. Вот этот мне тестировала, восточный микс называется, артикул 10-896. Но тоже вот когда нюхаешь, он прям такой, прям выразительный у него запах. На что радует, что вот эти запахи, они в высохшем белье не ощущаются. Но, во всяком случае, не так ярко и отчетливо, как в самом средстве. Так, новиночка. Я приобрела вот такое покрытие для ногтей. Оно глянцевое. Это финиш. И я уже его протестировала. Нанесла вот на эти два ногтя. Вот этот ноготок у меня и вот этот. Они оба были без глянцевого покрытия. С матовым покрытием. Вот этот остался с матовым. А вот этот, который был с матовым, я на него уже нанесла вот этот глянец. И вот на этот ноготок, вот по сравнению с этим, сравните. Видите, он как поблескивает. А вот этот у меня от гель-лака 100 покрытие было. В общем, мне понравилось. Для чего взяла? Потому что вот бывают такие моменты, когда на ногтях матовое покрытие и хочется потом обновить, сделать глянцевым. Вот как в данном случае, да? Либо бывает какой-то, например, скол. Подкрасил, каким-то лаком подобрал что-то, да, по цвету. И сверху нужно вот опять же глянец нанести. Ну или просто освежить. Вот тот же гель-лак, видите, освежил, и он уже заблестел совсем по-другому. И для этих целей тоже. Так, артикул, артикул данного средства. 78,28. Хорошая штука, мне понадобилась. Так, девочки, я купила огромное количество батончиков фруктовых, шоколада. Я решила все их протестировать, новинки, попробовать. И вы знаете, здесь у меня есть некое, ну скажем, не то чтобы разочарование, но некоторые вкусы не мои, мне не очень понравились. Давайте по порядку вам расскажу. Вот, не чая Family Club, так у нас называется, линейка этих батончиков фруктовых. Здесь у меня злаковый батончик, мёсли, гречка, клюква и чья. 68 килокалорий в каждом батончике, 4 штуки в коробочке. Очень понравились батончики, прям клюква там настоящая. Давайте я вам вот так вот покажу. Видите, вот один я открывала и там ещё 3 штучки. И немножко шуршу, ну что поделаешь. По-другому я вам никак не покажу. Вот, посмотрите, видите, прям включение клюквы, прям вкусно. Мне так и хочется съесть их много, вот по всей поверхности, видите. И здесь вот эти злаки. Понравился батончик, и не первый я этот батончик ещё и с вишней тестировала. Тоже очень понравился, злаки и вишня там есть у нас ещё, да. Вот этот мне понравился. Так, теперь давайте найдём его артикул. Вот он мелко-мелко написан, представляете, да ещё к их ногами держу. 16,060, в общем, вот эти батончики мне понравились. Дальше ещё я купила, сейчас покажу. Так, с лимоном я уже пробовала, мы уже их съели. И очень вкусный, просто улётный. Здесь в составе кокос, это и есть кокосовый батончик. И он с лимончиком. Девочки, очень вкусный. Здесь очень много кокоса. Но в сочетании с лимоном, это что-то необыкновенное. Наверное, это один из самых моих любимых, правда. 132 килокалории в каждом батончике. Вот видите, по сравнению с теми 80, да. Здесь уже поболее. Вот. И артикул 16,063. Вчера я не тестировала, потому что мне этих хватило. Потому что я уже знаю его и пробовала. Просто уже повторно покупаю. В лёд у нас уходят эти батончики. А вот из новинок взяла с манго. Точно такой же батончик с манго. Он мне тоже очень понравился. И здесь также 130 килокалорий. Немаленькое количество килокалорий. Здесь также 4 батончика. И давайте я вам покажу тот, который я тестировала. Найти бы его. Я сейчас покажу, как он выглядит. Действительно пахнет манго. Он такой жёлтенький. Вон, видите, там даже кусочки манго. Прикольно вообще батончик. Такой вкусный. Манго пахнет. Прямо смотрите, сколько фруктов здесь. И вот это вот всё кокос. И вот у меня такое впечатление, что вот я тогда с лимоном тестировала, что вот этот с манго, как будто бы у них такая связка, как медовая, тягучая такая, знаете. Очень вкусная. Но мёдом не пахнет. И мёда в составе, конечно же, нет. Вот. Но вот такое ощущение какое-то возникает. Ладно, шуршать не буду. Потом уберу. И ещё тоже из новинок кокосовый батончик с Чиа. Вот этот батончик я, честно говоря, не поняла. Так, здесь у нас артикул. Артикул сейчас вам назову так же. 16,065 и 146 килокалорий. Ещё килокалорий, смотрите, ого-го, сколько. Ну, потому что семена Чиа, они же сами по себе калорийные, да. Вот этот батончик. Сейчас мы его откроем. Действительно, здесь много семян. Вот видите. Чиа мне не очень понравился. Он, во-первых, на мой взгляд, более суховатый, чем те вот эти два с лимоном и манго. Может быть, там ещё сок манго-лимон или за счёт фруктов. В общем, там он не такой прям сухой. А этот по суше. И мне очень хорошо чувствовался кокос. Там жевать, жевать, жевать его надо. В общем, мне он меньше понравился. Хотя он тоже имеет место быть для разнообразия. Если вы хотите накормить армию гостей, которые к вам нечаянно нагрянули, выдайте им по этому батончику. Удовольствия им хватит на весь вечер. Они будут сидеть, жевать, жевать, жевать. Вот. Ну и насыщение тоже придёт, конечно же. Поэтому вот такой экономичный вариант, как порадовать большую когорту гостей и как их накормить. И в то же время с наименьшими бюджетными затратами. Хотя, в принципе, батончики тоже у нас не из разряда самых дешёвых. Но это и нормально. Это же полезные продукты. Так что, в принципе, если, конечно же, делаете акцент на том, что это полезно, что это продукты правильного питания, это действительно так, то ваши знакомые, друзья и ваши гости будут очень-очень довольны. Так. Ну это так, я пошутила. И ещё я купила три шоколадки. Шоколад, конечно, в очень красивом оформлении. Вот этот вот последний наш, да? И подарить очень приятно. И здесь также такой вариант, когда вы можете угостить своих друзей и удивить их. Почему? Потому что, вот, например, я попробовала с кокосом и нони. Вот этот шоколад мне понравился. Он тоже прикольный. В нём чувствуется кокос. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот одну дольку я вчера отломила, но уж больше не стала себя насиловать калориями. Видите, вот даже стружка кокосовая, она немножечко обсыпается. Видно, что здесь кокос и вот здесь посыпка из кокоса. И внутри, по-моему, также есть, да, включение или то ли это отсюда. В общем, не знаю. Это молочный шоколад. Шоколад мне понравился. Вкусненький, ничего не могу сказать. Вот относительно этого шоколада. Действительно чувствуется вкус кокоса. Так, в шоколадке 70 граммов. Сейчас я вам назову артикул. 16,057 вот у этого кокосового шоколада. И он на меду. Молочный на меду. Вот в чём его особенность. Шоколад мне понравился именно вот этот кокосовый. Что я не поняла, это вот этот с корицей и спирулиной. Он имеет место быть, но очень пахнет корицей. Я прям в таком выражении, вкусовом, корицу не очень люблю. Это тоже молочный, по-моему, шоколад. Да, это молочный шоколад. Вот так выглядит. Видите, шоколад у нас разделён на дольки. Тоже здесь 70 граммов. И артикул 16,056. В общем, я вам в порядке убывания того, как они мне понравились, рассказываю. Вот этот больше мне понравился с кокосом. Вот этот со спирулиной и корицей мне понравился меньше. Спирулина – это водоросли, насколько я правильно понимаю. И плюс ещё корица. Этот меньше понравился. А вот какой я совсем не поняла, это вот этот шоколад, вообще не мой, с апельсином, имбирём и лукумой. Знаете, имбирь – это вообще не мой продукт. Я люблю чай с имбирём. Мне нравится, ну, когда его немного там совсем, просто вот прям как андушка. Это уже горький у нас, видите, шоколад. Тоже он разделён на дольки. По 4 дольки, вот так вот. И 6, по-моему. Всего 24, по-моему, дольки, если я не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Вот 5. И вот эта шестая. Всего 24 таких дольки. Это удобно. И что мне не понравился, это вкус именно из-за того, что здесь вот этот имбирь, он прям очень хорошо чувствуется. Это на любителей. Если вы любите имбирь, этот шоколад однозначно для вас. Лукума, я не знаю, что такое, но вот. И апельсинчик, да, тоже он здесь чувствуется. Прям такой вот вкусовое, ну, вкус, наполненность вкусовая, да. Это горький шоколад. Артикул 16.054. В общем, девочки, ну, это из разряда, ну, какой-то такой экзотики, я бы сказала. И действительно, вы сможете вот этими шоколадками удивить и своих гостей, и, может быть, подарок кому-то подарить. Потому что это необычный продукт. И самое-то главное, что его много не съешь. Вот для любителей сладкого. И для тех, кто стройнеет, кто не хочет поправляться, действительно, вот этот шоколад, наверное, зайдет. Съел долечку и все. Но отдыхай, потому что больше и не захочется. Вот такой мой вердикт относительно этих продуктов. И еще одна новиночка, которую я приобрела, она также есть у нас в девятнадцатом каталоге. Это книжка, но без книжек я же никуда. Это книга «Магическая уборка» Мари Конда, автор. И здесь не только про уборку в доме, здесь и вообще про расхламление всего и всяких. Вот, поэтому книжка такая очень интересная с этой точки зрения. Давайте прочитаем, что здесь в аннотации написано. В общем, автор была ребенком и вместо детских икр занималась уборкой. В классе ее подружки искали идеальную любовь, а она – идеальный способ складывать и хранить носки. И родители думали, что из нее получится хорошая домохозяйка, а она заработала миллионы, помогая людям избавляться от хлама в своих домах. В общем, вот такая книжка. Я ее еще не читала. Я почему-то подумала, что она не только про расхламление в доме, но она еще, наверное, и про расхламление наших мозгов. Вы знаете, что когда мы освобождаемся от лишних вещей, во-первых, у нас появляется очищение энергетического поля, которое нас окружает. И мы сами наполняемся этой энергией. В этом смысле, конечно же, любая уборка в доме – это с положительной точки зрения оказывает воздействие и на нас. И когда мы убираемся в доме, то, конечно же, прежде всего, уборку нужно начинать даже не с расхламления вещей, а уборку нужно начинать с расхламления своего компьютера. То есть каких-то папочек, каких-то ненужных файлов, их всегда столько много накапливается, это нужно регулярно проводить. И тогда вы просто облегчение даже какое-то почувствуете, вот когда это произведете, эти манипуляции, прям дышать вам будет легче. Ну и, конечно же, одновременно мы расхламляем и свои мозги, потому что порой мы думаем непозитивно, думаем о каких-то мелочах, которые не играют особой роли. То есть от этого тоже хлама и мусора в нашей голове нужно обязательно избавляться. В общем, девочки, я еще не читала, но однозначно могу порекомендовать. Рекомендовать эта штука нужная, даже уже судя по названию, она будет помогать, эта книжица нам в расхламлении всего и вся. А это очень важный аспект нашей жизни. Ну что ж, у меня на этом все. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. А мы с вами увидимся в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.